Отреагировать на жестокую казнь украинского военнопленного российскими оккупантами призвал Международное сообщество президент Украины Владимир Зеленский. Видео обезглавливания опубликовали в сети 11 апреля. Владимир Зеленский отметил, что за это военное преступление, как и за все совершенные, виновников ждет наказание. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию с совбеза ООН. Со стороны российских властей по поводу наказания своих боевиков за такую жестокость заявлений не было, что можно расценивать как одобрение таких действий на государственном уровне. Давайте посмотрим подробности в сюжете. В российских, а позже и украинских телеграм-каналах 11 апреля распространилось видео жестокой казни украинского пленного, который на момент обезглавливания был жив. Российские военные также демонстрируют на камеру бронежилет, который, вероятно, принадлежит их жертве. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокие казни украинских военных. Он призвал мир обеспечить проигрыш террора. Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать, как легко эти звери убивают. Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче. Тысячи раз каждый должен реагировать. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что публикация таких жестоких видео преследует цель запугать как украинцев, так и самих российских военных, чтобы те не планировали сдаваться в плен. Мы еще не видели ни одного подтверждения того, чтобы российский пленный подвергался пыткам, тем более какой-то публичной казни. Возможно, они так пытаются запугать наших украинских военных, чтобы те не продолжали борьбу. Но такие видео дают обратный эффект. Наоборот, увидев то, что россияне делают с нашими военными, наши солдаты, наоборот, захотят поскорее выгнать этих извергов с нашей территории. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из ООН. Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствуется в безе ООН. Российских террористов следует изгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в Твиттер. Это прямое доказательство того, что Россия – это такая же террористическая организация, такая же страна-террорист, как и ИГИЛ, как другие террористические организации, которые есть в мире. И международное общество, наконец-то, должно это увидеть. Российские власти видеоубийства проигнорировали. Лишь днём, 12 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил СМИ, что достоверность видео ещё нужно проверить. Конечно, эти кадры ужасны. И сначала мы должны проверить их подлинность. И тогда у нас мог бы быть повод проверить, правда это или нет. Было ли это, и если было, то где и кем сделано. Но в первую очередь в мире фейков, в котором мы живём, нам нужно проверить достоверность этих кадров. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, информагентство РИА Новости в Телеграм. За время полномасштабного вторжения в Украину неоднократно было зафиксировано нарушение России Женевских конвенций, в том числе и жестокое обращение с военнопленными. Однако Россия не провела ни одного публичного расследования и наказания своих боевиков за такие преступления. Создается впечатление, что российские органы власти, российское военное командование это позволяют. Ведь они никак на это не реагируют. Они не проводили никаких расследований. Они не заявили, что собираются искать виновных. Служба безопасности Украины заявила, что начала расследовать преступление, снятое на видео. Уголовное производство было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны. Личность казнённого военного ещё устанавливают. Юлия Биль для телеканала Freedom.